Итак, рептильный мозг и культура полемики. Мне хочется поговорить на эту тему в силу того, что сегодня я замечаю, насколько культура полемики не просто утрачена, она отсутствует. И в связи с последнего времени политическими событиями, и когда люди дискутируют на темы психологии, религии, чего-то такого, то мы, что я, например, замечаю, я замечаю, что степень агрессии к оппоненту в том или ином вопросе зашкаливает настолько, что люди просто не слышат друг друга. Итак, что такое культура дискуссии, культура полемики в идеале? И это к тому, чтобы все-таки при всех наших разногласиях оставаться людьми. В древности, в Греции, в Риме, в Индии существовала культура полемики, культура дискуссии. Давайте я, поскольку я с этой культурой в большей степени знаком, и пишу, как это было в Индии. Два философа или богословы собирались на площади, приходили слушатели, они выбирали секунданта, человека, который является таким арбитром в полемике. И два философа, имеющие, или богословы, имеющие разный взгляд на тот или иной предмет, собирались на дискуссию. Один из них поднимал вопрос или выдвигал тезис, другой выдвигал антистезис. Вот этот арбитр был секундантом, который замечал, чтобы времени на каждого было поровну, на высказывание каждого. Если один человек начинал говорить, провозглашать ту или иную истину, как он считает, и другой в своей аргументации, своей точки зрения переходил на личности, или начинал закипать эмоционально, как там сказано «Юпитер, ты злишься, ты не прав», или там не помню, про кого это, про Юпитера, или про кого-то другого, то его реплика в дискуссии не засчитывалась. Возвращаемся в наши дни. Григорий Соломонович Померанц говорил, и эта фраза, одна из самых известных, можно сказать, его наследия, которое он нам оставил, что тон полемики важнее предмета полемики. Если в полемике мы переходим на оскорбление, на тон, называем дураками людей, которые мыслят, как наш оппонент, злимся, у нас закипает ненависть, ярость благородная, то, скорее всего, мы просто схватили какой-то мысли-вирус, эмоциональные мысли-вирус. Вот мы и стали заложниками какой-то идеи. Вот передо мной моя мама, или мой друг, или какой-то человек, с которым мы просто, как обнаружилось, имеем разные точки зрения на тот или иной предмет. и представьте, что я замечаю, что он имеет другую точку зрения, и я начинаю продавливать, злиться, оскорблять. Какой смысл дискуссии? Мы начинаем воевать, мы начинаем ссориться. Если я хочу донести свою точку зрения и аргументированно объяснить, почему я придерживаюсь той или иной точки зрения, моя задача первая, заметить, диалогичен ли человек, то есть есть ли у него интерес к моему взгляду, есть ли у него способность к диалогу. Второе, если я хочу донести ему, мне-то зачем это нужно. Если человек диалогичен, он разговаривает спокойно, он не заводится. Здесь таким базовой характеристикой будет вот какая вещь. Я считаю в этом вопросе так. Тебе интересно, почему? А ты как считаешь? Дело в том, что когда человек заводится, когда человек говорит из страсти, из эмоций, вы замечаете огромное количество проскоков логических, то есть человек нелогичен, логика отсутствует. Второе, существует огромное количество предположений, пресуппозиций, которые каждый нормальный человек понимает, что. и они на этой почве все продавливается, слышимости никакой нет, идет агрессия, идет злоба, идет категорическое обесценивание не просто мнения человека, а другого человека в целом. Ну, друзья мои, когда я читаю одну уважаемую психологиню в интернете, которая говорит, пишет, кто считает по-другому, тем нужно пить таблеточки, потому что они больные на голову. Ну, что это? Это культура полемики? Нет, извините, это, может быть, психический человек вполне здоров, но это нарушение базовых законов этики, законов диалога. Если человек так со мной разговаривает, так общается, то есть там нет уважения к инаковой точке зрения, нет желания слышать аргументацию, разговор можно заканчивать сразу. Массовая культура приучила нас к тому, что вот мы, значит, ну, фон такой русской полемики, русской беседы, и по телевидению, и наше телевидение этот русский дух тщательно эксплуатирует нашу традицию такую русскую, и состоит она вот в чем. То есть, кто эмоционально, энергетически способен перекричать и задавить, тот в глазах публики оказывается правым. Поэтому люди культурные, интеллигентные, могут быть специалистами в своей области, но они не могут давить. Раздавливать человека, оскорблять – это, ну, как бы в них этически не прописано. И сейчас я расскажу, при чем же здесь рептильный мозг. Рептильный мозг – это примитивная система, мозг, который есть у всех там животных, млекопитающих, есть у человека, который является, ну, нашей базовой биологической животной основой, нашей психики. Рептильный мозг – это такая примитивная, очень простая штука, которая отвечает за выживание и за чувство принадлежности, где моя стая, где не моя стая. Если я мыслю рептильным мозгом, и возникает, ну, конфликт между моими убеждениями и убеждениями собеседника, рептильный мозг включается и идентифицирует собеседника как чужой враг. Люди биологического вида мыслят рептильным мозгом. Если ты не согласен со мной, ты мой враг. И я включаю всю свою животную природу, сюда подключается наша эмоционалочка, лимбическая система, и я срываюсь и давлю, просто раздавлю тебя, как мразь, как скоты, как агенты спецслужб, как то, что ты там таракан вонючий, как то, что такие люди, как ты, их расстреливали. И я закипаю. Я не могу это качественно сымитировать, потому что я не рептильным мозгом мыслю сейчас, а рассказываю эту ситуацию, потому что мне искренне жаль наблюдать тот сюжет, который я сегодня вижу, когда обостряется в нашем обществе разделение между людьми таких-то взглядов и людьми таких-то взглядов. Именно рептильный мозг чувствует безопасность, когда я нахожу свою стаю и своего сильного вождя, и уже от имени его и моей стаи обвиняю этих чужих, чужие. Они к другой стае принадлежат, они хотят нас завоевать, сожрать и убить. Если я все-таки, несмотря на нынешнюю непростую ситуацию, в котором мы все больше разделяемся и позиционируемся в ту или другую сторону, в той или иной группе, все-таки остаюсь человеком души, человеком мышления, человеком культуры, я узнаю у... Ну, когда узнаю, что у человека другой взгляд на те или иные вещи, я останавливаю, если включается рептильная система, я говорю, хорошо, объясни, аргументируй. Если аргументация от человека идет на повышенно возбужденных тонах, на такой взвинченной эмоционалочке, ну, разговаривать нет смысла. Если же я встречаю человека других взглядов, который грамотно может аргументировать, почему он придерживается, на понятном мне языке и с уважением, возможно или скорее всего я могу обогатить свой взгляд. А он может свой взгляд на ситуацию или на предмет полемики или дискуссии обогатить моим взглядом. И тогда мы остаемся людьми. Как только мы начинаем кричать, мы перестаем быть людьми. Еще вот какая вещь существует. Существуют такие феномены, которые принято в психологии и в политической психологии, в психологии религии называть эмоциональными вирусами. Если та или иная идея, в которую верит человек, передана очень эмоционально, с глубокой убежденностью, с такой как бы из глубокого укорененности и целостности, я прям да, это так. Я пережил такой сильный опыт. Я так чувствую эту правду. обычно люди, которые не имеют своей точки зрения, колеблются. Их рептильный мозг, это значит, они не альфы, и хрептильный мозг ищет сильного альфу или эмоционально заряженного человека, который энергетически емче, чтобы примкнуть к нему. И таким образом происходит инфицирование этими мыслевирусами. То есть уверенность, она привлекательна. Уверенность в себе, в своей идее, это харизма, называется по-другому. В этом сила харизматических лидеров. они действительно верят в то, что говорят. Поэтому, когда Адольфо Лейзович Гитлер кричал насчет того, что наша нация самая сильная, произносил свои идеи, сопровождал это факельными шоу и всякого рода атрибутикой, и это для целой нации стало вирусными идеями, они уверовали в него. Вот. Ну, как бы крайняя степень уверенности, самоуверенность энергетически заряжена, прошита во всех структурах и в рептильной, и в лимбической, и в когнитивном разуме. Она заставляет, то есть она как бы провоцирует, заставляет, вдохновляет следовать этому. Поэтому, когда появляется харизматический лидер и бессменный, вот, то люди неуверенные, люди маленькие, психологические, даже на расстоянии, не видя ни разу его вживую, склонны попадать под влияние, и когда они примыкают к этой сильной, к сильному лидеру, к этой стае, нас много, нас тысячи, миллионы, вот, тревожность, базовая тревога, она успокаивается, потому что мы стадо, у нас есть сильный вожак. Если человек приобретает со временем в процессе эволюции, выходя на бирюзовый уровень развития, приобретает самостоятельно, забирает себе право, забирает у этих сильных систем и структуру права на определять, на то, чтобы определять, что для меня истина, что ложно, что я принимаю, какую систему координации, систему ценности, убеждений, а что отвергаю, такой человек, как правило, становится одиночкой. И именно в этом его сила духа, именно в этом сила его индивидуальности. Сила индивидуальности состоит в чем. Я беру себе право придерживаться той или иной точки зрения, даже если останусь в одиночестве, даже если никто меня не поймет и не поддержит. И я могу спокойно и грамотно, аргументированно объяснить, почему я так верю, почему я придерживаюсь тех или иных взглядов, если будет собеседник будет в этом заинтересован. Есть такие, знаете, хитрые собеседники, которые выслушаются скептическим взглядом, ты ему рассказываешь, рассказываешь, а потом они говорят, ну ты придурок. Вот очень важно, сколько человек открыт. Поэтому я знаю, что многие люди в наши, многие годы в нашей стране вот обострялись те или иные социальные и политические конфликты, и люди в одной семье придерживались разных взглядов. Их рептилии начинали орать и воевать друг с другом. Заметьте, в этом видео я ни разу не упомянул предмет полемики. Поэтому, потому что я сейчас говорю о тоне полемики, о культуре дискуссии, по-моему. Мне кажется, что в отставлении своих взглядов такой здоровый скепсис, некоторая ирония, они допустимы. Но я не перехожу на личности, когда меня об этом спрашивают. Если человек не диалогичный, вот, знаете, еще есть такая штука. вот ты беседуешь с человеком, а он говорит о каких-то фактах, о каких-то фактах, так, как будто бы он прям присутствовал при передаче денег или при факте вербовки, или, например, вот он говорит, ну, да, понятно, ну, мы знаем, доподлинно известно, что, ну, давайте вот отметим вот какую вещь в связи с полемиками, в частности, связанными с политическими какими-то вопросами нашего времени. Вот, мы живем в время, когда эмоционально заряженных фактов, произносимых разными людьми, очень много. А критерий верификации этих фактов, то есть, критерий возможности проверки этих фактов на достоверность. Ну, очень немного. И нашей способности отличить факт от интерпретации очень ну, у большинства людей она не развита. Ну, факт от интерпретации. Особенно важно понимать, уметь это делать в период информационных войн, когда на нас сваливается огромное количество фактов. Вот, по вчерашним событиям, например, там, или позавчерашним, уж не помню. Вот, мужчина ударил, ну, как сказать, женщину, которая спрашивала, за что вы задерживаете, в живот, ногой, сапогом, за что вы задерживаете, и удар сапогом. Это видео облетело, наверное, весь интернет. Вот, полицейский ударил женщину сапогом в живот, и она отлетела на асфальт. это факт, потому что мы можем это видеть в документальной съемочке всякого рода потому что это интерпретация. И так очень-очень по многим вещам. В этом смысле совершенно понятным видится природа религиозной дискуссии, религиозных войн. условных католиков с условными православными. Человек утверждает неочевидные вещи. Где есть какая-то совершенно неочевидная благодать, а где ее нет. На основании чего? На основании мыслевирусов, посеянных в религиозной в его религиозной системе, в его сознании. Два способа того, как мыслевирусы могут быть поселены в сознании человека. Два способа. Сейчас вам расскажу. Это или состояние сильного эмоционального давления, когда человека буквально продавливают сильные эмоции с информацией как катком. Или состояние транса. Состояние транса это состояние такой балдеж, развлекуха, новогодний огонек и между этим или какая-нибудь шоу-голос и между этим политические новости. Человек поумилялся на шоу-голос, посмотрел на этих замечательных деток, которые поют взрослые песни, поплакал и тут раз новостная повестка пошла и сразу же говорится, что там где происходит и кто виноват в том, что у нас у всех например, так мы плохо живем. В момент, когда ум расслаблен, некритичен, когда мы дома, когда мы в домашней одежде, вот такой фоновый телевизионный или ютубный момент, он создает нам чего? Он создает нам в нас такое состояние некритичности. Некритичность это когда я не осмысливаю, а хаваю, ем из того или иного информационного источника. Это состояние некритичности и мысли вируса из этого источника, если я выбрал ему доверять, они попадают в меня и заряжают мне энергетически. То есть, я начинаю злиться и весь свой дискомфорт, депрессию, страх, тревожность, когда мне понятно, кто, сука, виноват в том, что мне так плохо, я успокаиваюсь. Но это, конечно же, нет смысла даже и говорить, что я просто попадаю в зависимость. Потом, смотрите, вот наши эги, которые жаждут правоты и которые базируются во многом, моя эго правота базируется на моем рептильном мозге. Она именно там живет. то есть, вообще-то базовое желание доминировать. Мое эго самоутверждается в вот таких вот, как это сказать получше, словесных баталиях, победах. То есть, мне хочется спорить, мне хочется доказывать, даже если там тебя не понимает, не слышит никто, ты и сам себя не слышишь. Ты транслируешь чужие идеи, которыми заразился, из телевизора, из ютуба. Зачем ты это делаешь? Ты рушишь отношения с самыми близкими людьми. Самыми близкими людьми ты готов разрушить отношения, потому что просто ты орешь. Поэтому я вижу, как люди идеологически заряжены, стоя с другой точки зрения, они страдают от того, что некому это сказать, прокричать, доказать. Ну и эффект массовости, вот если вы помните, там партийные съезды, там съезды вот в Германии, когда люди кричали «Зитхайль», вот, большие собрания, где люди поют какие-то гимны, прославляющие их вождя, эго и их лидера прославляющих, вот, они существуют для того, чтобы подпитывать это чувство принадлежности к правильной стае, к правильным людям. Кстати, митинги тоже. То есть, люди выходят на митинги для того, чтобы доубедиться, что нас много. Надеюсь, что я никак не коснулся содержания полемик. я просто бы поговорил об их культуре. Сегодня очень важно, мне кажется, я глубоко убежден говорить об этом. То есть, в ситуации усиливающегося расслоения на разные позиции общества, людей, семей, сообществ самых различных важно оставаться людьми. важно не быть трансляторами чужих идей. Есть ли у тебя внутренняя глубокая убежденность, которая возможна только на... на... которая может базироваться только благодаря хорошему аналитическому уму. У тебя созрело, и ты присоединяешься к той или иной группе людей. Ты позиционируешь себя как-то. Посмотри внимательно на твое человеческое отношение к оппонентам. Ты грубишь им, ты их ненавидишь, ты призываешь расстреливать этих предателей, или ты все-таки при той или иной убежденности остаешься человеком. Сохраняешь базовые культурные и этические характеристики, свойственные культурному интеллигентному человеку, человеку духа, человеку воспитания. Вот, я надеюсь, что в этом небольшом видео мне удалось донести свою позицию и свою мировоззренческую позицию, свою этическую позицию. Поэтому, друзья, если у вас, вот если кто-то досмотрел до конца, есть культура, навыки, культура, полемики, желание слышать мнение другого собеседника, желание искать общее в наших глубинных намерениях. А наше глубинное намерение, на самом деле, у каждого человека хорошее. Только нам разные системы и мировоззренческие объяснили, что значит хорошее. Поэтому мы вот это хорошее не слышим, мы слушаем голоса извне и на них опираемся. Надеюсь, мне удалось донести, объяснить, и если под этим видео будут ваши комментарии, ваши согласия на то, что с теми мыслями, идеями, которые за эти полчаса мне удалось донести, я буду благодарен. Огромное спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею